ДОЙЧЕ БАНКИ ДОЙЧЕ БАНКИ Он является самой большой и важной корпоративной коллекцией искусства в мире. ДОЙЧЕ БАНКИ ДОЙЧЕ БАНКИ В России это более 130 лет. Это, видимо, началось еще когда-то. Это началось в 1881 году. Так что Deutsche Bank это один из самых старых брендов на российском рынке. Расскажите нам, пожалуйста, про 56 тысяч картин. А про 83 миллиона евро. Про 83 миллиона евро тоже. Наверное, мы начнем с программы корпоративно-социальной ответственности. Я вкратце расскажу, из чего она состоит. Разложу по полочкам, чтобы нам потом легче было с вами все это обсуждать. Это прекрасно. Deutsche формирует свой подход к корпоративной социальной ответственности в пяти сферах. Первая сфера – это устойчивое развитие. Сфера, которая имеет большее отношение к бизнесу. Вторая сфера – это корпоративное волонтерство. Третья сфера – это социальные инвестиции. Четвертая сфера – это поддержка искусства и культуры. И пятая сфера – это поддержка образования. Вот эти пять. А волонтерство, оно же не обязательно, ну то есть это же люди добровольные волонтерства. Абсолютно. Корпоративное волонтерство имеет под собой добровольное начало. Но все волонтерят. Волонтером становится тот, кто хочет это делать. Здесь важно соблюсти вот эту грань. Если вот в корпорации принято волонтерство, нужно так его принять, чтобы это не было нагрузкой, навязчивой для сотрудников, которые не хотят этим заниматься. Я думаю, что задача любой организации, где есть корпоративное волонтерство, поддерживать и направлять корпоративных волонтеров. В любой организации, вы удивитесь, но в любой организации, большой или маленькой, люди, в которых силен этот дух, они есть изначально. Задача менеджера ПКСО, таких людей найти, помочь заразить, поддержать этого человека, помочь заразить духом волонтерства других людей и направить их в деятельность. Либо помочь уже в случае. Вы сказали корпоративное волонтерство. Оно выходит за рамки корпорации куда? То есть это как-то тоже направляется? Или это люди сами инициируют, где бы они хотели после работы или в выходной день заняться? Люди сами инициируют, чем бы они хотели заняться после работы или в выходной день или в отпуск, который им дает компания для проведения программ корпоративного волонтерства. Я это проиллюстрирую на примере нашего проекта, который в рамках корпоративного волонтерства, который называется «Инициатива плюс». Он в рамках глобального Deutsche Bank существует уже много лет. В России этот проект существует четвертый год. И подразумевает он следующее. Любой сотрудник банка может вместе с любой некоммерческой организацией сформировать свой собственный проект. Либо присоединиться уже к существующему проекту, который будет отвечать требованиям одной из пяти сфер нашего программы корпоративно-социальной ответственности. Некоммерческая организация? Это какой-то фонд? Это может быть, условно говоря, некоммерческая. Это может быть школа, это может быть фонд. Эти проекты соответствующим образом описываются на странице на нашем интернет-сайте. Если их много, между ними существует конкурс. И проекты победителей получают денежные гранты. Причем эти денежные гранты идут на счет этой некоммерческой организации. Они прямо сотрудники. Не волонтеру. Либо же сотрудники получают дни оплачиваемого отпуска на выполнение этого проекта. Если проект одиночный, то есть выполняется одним сотрудником, то грант поменьше. Если проект выполняется несколькими сотрудниками, то грант побольше. То есть даже таким образом Deutsche Bank подталкивает людей больше принимать участие в программах корпоративного волонтерства. Есть программа Match Giving, так называемая, когда если сотрудники делают пожертвования в какую-нибудь организацию или фонд, то Deutsche Bank увеличивает эти пожертвования вдвое. Таким образом тоже сотрудники подталкиваются собирать как можно больше пожертвований. И действительно проекты, которые появляются в рамках этого большой проекта «Инициатива Плюс», они уникальны и очень широки как по масштабу, так и по географии. А можете рассказать буквально один-два примера каких-нибудь таких проектов? Допустим, у нас был один сотрудник, который помогал сделать или сделал веб-сайт для математического лицея в Челябинске. Либо же кто-то из сотрудников организовал экскурсию на кондитерскую фабрику для детей из детского дома. Либо же сотрудники помогали организовывать математическую олимпиаду в Москве. Эти проекты абсолютно разнообразны по характеру, по форме. И понимаете, инициатива идет действительно от самих сотрудников. Вот на примере, каким образом банк может воодушевлять, направлять и помогать нашим корпоративным волонтерам. Это всего лишь только один структурный проект и всего лишь только один пример. А давайте поговорим про образовательные проекты. А про искусство оставим, может, я дам на закуску. Если говорить в области проектов поддержки образования, то эти проекты можно условно разбить тоже на три группы. Первое – это проекты предоставления равных шансов на получение образования. Ведь не секрет, что в разных регионах мира, и, кстати, не только в неблагополучных, но и в плане себе полученных, таких, скажем, как Германия, дети имеют неравные шансы на получение образования. Как это выражается? Ну, допустим, детям из удаленных регионов, которые живут в деревнях, очень сложно поступить в городские университеты. Либо у них просто даже не сформировано… Ну, подготовка не та. Не было учителей по физике, обменялись в математике. Да. Либо, знаете, даже не сформировано в профессиональных или жизненных навыках. Люди не понимают, для чего им это нужно. Если говорить о неблагополучных районах, то, ну, условно, вот у нас был такой проект в Африке, где мы давали шансы на получение нормального среднего образования детям, родителям которых живут с ВИЧ-инфекцией. Это получило статус проблемы в том регионе, потому что дети из таких семей к ним относятся как к изгоям. И им очень сложно даже выжить. Вот, например, два таких примера. В России этого направления проектов мы не реализуем, но у нас есть два других направления проекта в области образования. Это проекты, это культурное образование и проекты, которые нацелены на диалог между теорией и практикой. Вот в этих двух направлениях мы реализуем… Теоретики – это, то есть, получая образование и потом… Нет, 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 смотрите, теоретики и практики. Кто у кого учатся? Теоретики – это процесс экономический, который, кстати, сейчас продолжается, особенно показал важность обмена и налаживания диалогов между академиками и практиками. Deutsche Bank учредил специальный приз экономистам за их работу, он вручается один раз в два года, экономистам, которые в их работах прослеживают связь между теорией и практикой. Более того, наши сотрудники Deutsche Bank очень часто привлекаются в качестве экспертов и делают это пробонно, то есть бесплатно, когда они вносят свой практический опыт в академическую среду. Довольно часто наших сотрудников приглашают читать лекции в университеты. В России этого пока нет, но в других странах мира наши сотрудники даже получают кафедр в различных университетах мира. Вот таким образом налаживается связь между теоретиками и практиками. Это у нас четвертая часть. Ну, образовательная. Образовательная часть. Да, в моем перечислении это было пятое направление проектов, которое состоит из трех. Ничего, да. Интересно, кстати, говорим о культурном образовании. Вот я видел в списке вопросов вопрос про арт-эксперимент. Это, кстати, проект по культурному образованию. По культурному образованию, именно арт-эксперимент. Да, как пример проекта, именно арт-эксперимент. Расскажите, пожалуйста. Давайте, наверное, начнем с того, для чего мы вообще поддерживаем культуру. Очень интересный вопрос. И почему поддержка искусства и музыки входит в сферы нашего интереса в рамках корпоративной социальной ответственности. Мы считаем, что креативное начало – это источник вдохновения, добавочной ценности не только в искусстве, но и в бизнесе. Креативность дает людям возможность принимать не только нестандартные решения, но абсолютно новые решения для выхода из сложных проблем, ситуации для решения проблемы. Это очень важно как в бизнесе, в бизнесе, тем более в инвестиционно-банковском бизнесе. Это решение реального кейса. Чтобы совершать правильные и принимать правильные решения в бизнесе… Успех сейчас в бизнесе, перед успехом, кроется в инновациях, в твоей способности принимать нестандартные решения или абсолютно новые решения. На это влияет… Безусловно, на это влияет, прежде всего, образование и культурное образование в том числе, потому что это поощряет людей… Это очень интересная точка зрения, глубокий взгляд и очень… На самом деле, если подумать, это так и есть, тем более, если вы поддержите современное искусство. И о поддержке современного искусства вы расскажете нам после небольшого перерыва. Рекламная пауза. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире продолжается программа «Этика бизнеса». В студии Калина Артеменко и Василия Богданова. Да, друзья, еще раз здравствуйте. И напомню, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Агишев, руководитель департамента пиар, корпоративных отношений и маркетинга «Дойче Банка». Еще раз привет, Дмитрий. Здравствуйте. Мы прервались как раз на самом интересном месте, что банк поддерживает современное искусство, но вообще искусство и современное искусство. Потому что, как считает банк… Это влияет на успех в бизнесе. Да, современное искусство каким-то образом позволяет быть более свободным, раскрепощенным, находить новые идеи и что-то такое еще. Мы правильно услышали? Нет. Творческая жилка – это путь к принятию инновационных решений. И творчество развивает способность людей находить что-то новое. А в этом кроется успех принятия грамотных, своевременных и интересных решений. Ну, то можно согласиться, да. Но как это все реализовать? Потому что одно дело, когда я сам рисую там что-то такое необычное, тесты Раршах или как это называется, да. Другое дело, когда я лицезрею картину чью-то. Вот как вы находите здесь, совмещаете? Давайте опять-таки приведу пример проекта. Как раз-таки «Арт-эксперимент». Это проект своего рода уникальный, потому что он относился как к поддержке образования, так и к поддержке искусства. Этот проект был реализован культурным центром «Гараж». И вообще этот проект детский. Он нацелен на детскую аудиторию «Арт-эксперимент». В назначенный день дети приходили с их родителями, им предлагались в гараже ряд культурных активностей. Но активностей очень необычных. Например, они могли рисовать по запаху. Знаете, как это происходит? Нет. Им предлагалось сначала... Послушать какой-то запах. Нет, послушать какой-то запах. А потом получить в соответствии с запахами, которые им понравились, краски. И таким образом нарисовать картину. Посмотрите, какие интересные проекты осуществлялись. Либо же предлагалось детям прислушиваться к своим ощущениям. И этот проект был... Эта активность, этот проект был признан одним из самых популярных на последнем арт-эксперименте. Дети заходили в комнату, которая выше... Практически всё пространство, которое было заполнено воздушными шарами. Вы знаете, что когда вы туда заходите и сделаете несколько шагов, вы абсолютно теряете ориентацию. Ну да, да. Ты раз, и вовсе до воздушных шарах. Это очень интересное ощущение прислушаться к себе, что вы почувствуете, как вы будете в этом пространстве ориентироваться. Вот пример всего лишь двух активностей. Насколько они были интересны. И арт-проект неизменно пользуется чрезвычайной популярностью не только у детей, но и у их родителей. А он внутренний? Там участвуют корпоративные дети или он открытый? Нет, нет, нет. Он открытый абсолютно. Любой человек может туда прийти. А он регулярно как-то происходит? Вот последний арт-эксперимент проходил прошлой зимой. И, насколько я знаю, этот проект будет регулярным. Ну, а скажите мне, пожалуйста, 56 тысяч картин. Я все-таки возвращаюсь к этому вопросу, потому что это очень... Еще про 83 миллиона евро там было сказано. 83 миллиона евро и 56 тысяч картин. Про 56 тысяч картин расскажите нам, пожалуйста. У Дочи Банка есть коллекция корпоративного искусства. Корпоративная коллекция искусства. Большей частью современного. Она является самой большой и важной корпоративной коллекцией искусства в мире. У нее очень интересная концепция. Называется «Искусство на рабочем месте». Суть которой состоит в том, что картины предназначены прежде всего не для экспонирования в музеях и выставочных залах, а для представления в наших офисах. То есть я прихожу в офис как в музей? Действительно, абсолютно верно. В какой бы офис Дочи Банка вы ни зашли, вы увидите, что в коридорах, в рабочих помещениях, в переговорных комнатах нашего банка висят картины. И они периодически ратируются? Они абсолютно верно. Они создают своеобразное настроение. Более того, если у сотрудника висит картина в кабинете, со временем она может ему надоесть. Он нас может попросить заменить эту картину на другую. Получается, что фактически эти картины больше предназначены для ваших сотрудников, а не для меня как потребителя, когда я прихожу в банк. Или я тоже могу видеть эти картины? Это и так, и не так. 95% картин из нашей коллекции доступны для широкой публики. В больших наших офисах в Лондоне, во Франкурте, в Нью-Йорке проводятся экскурсии по той части коллекции, которая представлена в этих офисах на регулярной основе. В офисах поменьше, в том числе и в российском, эти экскурсии проводятся по запросу. Я вас с удовольствием приглашаю в день, который мы с вами согласуем перейти на экскурсию. Я вам покажу нашу коллекцию. Наверное, да. Это же прекрасно. И несколько месяцев назад мы сделали новую арт-концепцию для нашего нового офиса в Москве, для которой приобрели около 40 картин молодых современных художников. Мы стараемся сейчас приобретать современное искусство, картины не только уже известных имен, но и также молодых, пока еще не широко известных художников, таким образом помогая и поддерживая их. А скажите, пожалуйста, это как-то влияет на бизнес? На самом деле, ну, то есть, должно же быть, бизнес, он создан для того, чтобы получать прибыль. Вот то, что вы поддерживаете искусство, оно напрямую, может быть, косвенно, может быть, ну, каким-то способом, оно все равно должно влиять на получение прибыли, на, не знаю, получение известности, лояльности. Мы затронули очень важную проблему, наверное, с которой нужно было бы все-таки начать. Это принципы корпоративно-социальной ответственности в компаниях и в Deutsche Bank. Расскажу немного о том, каковы эти принципы у нас. Мы считаем ответственность социального поведения неотъемлемой частью нашего бизнеса. И относимся к инвестированию средств в КСО с такой же долей важности, как мы относимся к зарабатыванию денег вообще. Таким образом, корпоративно-социальная ответственность – это не расходная часть бюджета. Мы не относимся к ней как к расходной части бюджета. Корпоративно-социальная ответственность – это не возмещение долга обществу. Мы не относимся к этому так, прежде всего, потому что мы считаем, что мы у общества в долг ничего не брали. Корпоративно-социальная ответственность – это не возмещение негативных эффектов в результате, потенциальных негативных эффектов в результате каких-нибудь наших бизнес-операций. И корпоративная социальная ответственность – это неблаготворительность. Очень важно не ставить знак «равно» между этими двумя словами. Разница между этим следующим, что цель корпоративной социальной ответственности – это создать социальный капитал. В отличие от благотворительности, корпоративная социальная ответственность предполагает инвестирование средств с расчетом получить потом прибыль. Прибыль эта для нас выражается в создании социального капитала, который мы получаем позже. Очень часто меня спрашивают, а все-таки кто получает выгоду, кому нужна корпоративная социальная ответственность – обществу или бизнесу? Соответственно, фонды хотят услышать, что, конечно, обществу, а бизнесу, ему нужно показывать это языком цифр. На самом деле выгоду от корпоративной социальной ответственности получают обе единицы – как общество, так и бизнес. Это очень важно понимать. А можно тогда вот такой вопрос. А как при этом происходит сбор и реализация идей? Ну да, вы говорите, есть некие пять направлений. Про волонтерство вы рассказали, что это генерится на местах, как сейчас принято говорить, создаются идеи и реализуются. А вот в случае, например, кто выбирает, какие картины, существуют ли какие-то специальные отделы, подразделения, которые занимаются только КСО, и вот этот бюджет только тратят. Ну вот там 83 миллиона – это на весь мир, ну какая-то долька приходится на Россию, вот сидят люди, которые говорят, ага, у меня в руках 3 миллиона евро на год, сейчас-ка я его потрачу. Вот как, это же важный вопрос. Да, корпоративная социальная ответственность, эта работа планируется, глобально управляется департаментом корпоративной социальной ответственности, который находится во Франкфурте и подчиняется глобальному директору по коммуникациям. А на региональном уровне эти проекты выполняются и планируются департаментами по КСО, которые находятся в каждой из стран присутствия Deutsche Bank в России. Есть в каждом случае, решение принимается по-разному, в каждом случае есть определенный набор документов внутрибанковских в ряде случаев государственных, которые регулируют эту деятельность. Тогда смотрите, если есть отдел, то все-таки по какому принципу происходит выделение бюджета, или оно никак не выделяется, или как? В различных случаях принципы бюджетирования разные, но чаще всего в российском офисе принят такой принцип. Бюджетирование у нас жесткое, и если ко мне приходит проект, который я считаю нужным поддержать, я ищу внутренних спонсоров на этот проект. То есть департаменты внутри банка, своего бюджета, как правило, у меня на этот проект нет. И таким образом я несу полную ответственность за деньги, за этот проект, ответственность своей головой, и всегда представляю результаты, полученные тому внутреннему спонсору. — Здорово, да. Мы сегодня рассмотрели столько аспектов вашей корпоративно-социальной ответственности, и хотелось бы подвести итог. У нас осталось буквально две минуты. Расскажите еще, пожалуйста, о том, что вы считаете значимым для... — На самом деле очень многое, что хочется вам рассказать, на что у нас нет времени. Пожалуй, очень интересные проекты есть в разделе охраны окружающей среды, который у нас попадает под раздел устойчивого развития. — Ну, скажем, один из очень интересных проектов. Совершенно недавно наш новый офис в Москве получил награду ЛИД. Это награда, которая вручается в области экологического строительства. Одна из самых престижных наград в мире. И это третья награда в России. И в России существует единственный банковский офис с этой наградой. Это наш офис. — То есть вы построили офис, которого в итоге наградили. — Да, но на самом деле его нужно изначально строить с соблюдением принципов этой сертификации. Это международный признанный сертификат. Вот очень интересный проект. — Ну, это такая необычная реализация экологического направления. — Да, причем в банковской сфере. — Хорошая история для завершения программы. — Да, это прекраснейшая история. И в конце программы хотел бы попросить вас пожелать что-либо нашим телезрителям, либо дать совет на будущее. — Я бы сказал так. Желаю вам не терять страсти в жизни и в своей работе. — Хочется привести пример из бизнеса. В компании Microsoft работала когда-то старший вице-президент, звали Петти Стоунфайер. И после девяти лет работы в компании, будучи уже очень богатой женщиной, она решила оттуда уйти, чтобы возглавить фонд Билла и Мелиссы Гейтс. И она очень откровенно объяснила причину своего ухода. Она сказала, я ставила свою интересную работу по одной простой причине. Из нее ушла страсть. Я была как жонглев в цирке. Жонглировала людьми, расписанием, бюджетами. И моя единственная работа была не потерять шары. А вот страсть из-за работы ушла. Желаю вам всем жить страстно. — Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. В студии были Галина Артеменко и Василий Богданов. А в гостях у нас был Дмитрий Агешев, Deutsche Bank. — Спасибо вам большое. — До свидания. — Спасибо, до свидания.